Собрали по приличному букету. Две бейчанки разорили клумбу возле одного из салонов красоты. Их действия были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Как оказалось, за манящими пионами девушки приходили несколько раз. Первая попытка оказалась неудачной. Девушки средь бела дня подошли к клумбе и уже наклонившись над кустом пионов, резко передумали. Как сообщают очевидцы, их просто спугнули проходящие мимо люди. Однако на этом злоумышленницы не остановились. Они вернулись за цветами с наступлением темноты. В этот раз уже никого не смущаясь, бейчанки оборвали весь куст. Каждая ушла домой с приличным букетом из ярко-розовых пионов. Отметим, что в случае задержания в зависимости от степени тяжести причиненного ущерба, злоумышленникам может грозить административное наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. А между тем нам удалось связаться с хозяйкой салона красоты. Женщина шокирована наглостью некоторых бейчан. По ее словам, подобные случаи уже были. Люди не только срывают цветы, но и ломают арт-объекты, расположенные вблизи салона. Вот, наверное, месяца два назад, хочется сказать, случай, когда шло три парня, у нас просто видеокамера снимает, и два из них прошло мимо. Один сильно захотел побороться с нашими резинами. И, в общем, он пихал-пихал, свалил вот эти сооружения наши резиновые. Утром шла семейная пара и подняла это. То есть, понимаете, как символично. Одни ломают, другие строят, причем совершенно незнакомые люди, да. Порадовать детей и взрослых. Такой целью задалась Лика успешная. На протяжении четырех лет возле своего салона красоты женщина благоустраивает придомовую территорию. Здесь она выращивает различные цветы, в их числе ландыши, пионы и герань. Вместе со своими детьми она смастерила арт-объекты из шин. Остальные родственники тоже поучаствовали в процессе благоустройства. Брат сделал песочницу, а мама Лики на свою пенсию купила качелю, для того, чтобы дети могли проводить время весело. В целом, как отмечает хозяйка салона, есть местные жители, которые поддерживают ее инициативу. Некоторые дают саженцы, а кто-то просто следит за порядком. Однако есть и нерадивые бичане, которые не уважают чужой труд. В большинстве случаев те, кто здесь пакостят, я их потом вижу. Они, видимо, не понимают, что снимает камера, хотя здесь есть надписи, все, что снимается. И я потом их встречаю, причем я с ними разговариваю абсолютно нормально. С некоторыми не о чем разговаривать. Вот прям признать это, конечно, плохо. Я хочу, чтобы они стали осознанными в том плане, что вот увидели красивое место, осознали, что это кто-то сделал. Ну и, конечно же, сберегли и сделали что-то свое.